Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Продолжается реконструкция моста в микрорайоне Солнечный. Сегодня президент совершил инспекционный объезд и ознакомился с ходом строительства. Прокуратура играет ключевую роль в обеспечении правопорядка, защите законности и соблюдении прав и свобод граждан. Президент Алан Гаглоев поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Предприятие по добыче и обработке природного камня вышло на полную мощность и уже принимает заказы. В планах расширить производственные мощности и увеличить штатную численность работников завода. Президент проинспектировал ход строительства моста в микрорайоне Солнечный. Главе государства доложили о результатах строительства мостового перехода. Из-за незапланированных дополнительных работ график несколько сместился, но теперь проблема решена и движение по мосту будет восстановлено к ноябрю, отметил глава Комавтодора Алан Габараев. Президент Алан Гаглоев поинспектировал строительство аварийного моста в микрорайоне Солнечный. Глава Комавтодора Алан Габараев рассказал о ходе строительных работ и проинформировал президента о том, что они планируют завершить работы уже в ноябре. Сейчас на объекте ведутся бетонные работы по укреплению фундамента и усилению аварийной опоры мостового перехода. Здесь была уложена арматура, также рабочий изолют около 160 кубометров бетона. Глава Комавтодора Алан Гаглоев Рабочие провели большой фронт работ, учитывая и то, что реконструкция моста – процесс сложный. Специалисты отмечают, что рабочим пришлось расчищать территорию вокруг моста, чтобы не задеть и без того поврежденную опору. Глава Комавтодора Алан Гаглоев Специалисты заверяют, что новая конструкция будет хорошо укреплена и прослужит долгом. Глава Комавтодора Алан Гаглоев Президент Алан Гаглоев подчеркнул, что главное – это качество выполненных работ. Глава Комавтодора Алан Гаглоев 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 График завершения работ несколько сместился из-за того, что пришлось менять русло реки. В течение не позволяло рабочим в полном объеме приступить к работам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Глава государства выразил огромную благодарность строителям за их труд и профессионализм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Чтобы это не сказалось на темпах строительства некоторых объектов. Сегодня президент Республики Южная Осетия подписал указ о назначении Устаева Роберта Георгиевича председателем комитета геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия. Президент Алан Гаглоев провел встречу с министром культуры Радой Дзагоевой. В ходе встречи министр рассказал о том, что с 8 по 15 октября в Москве пройдут Дни Осетинской культуры. Мероприятия будут представлены совместно с северо-осетинскими артистами. Приурочены они к трем важным юбилейным датам. Столетию образования Республики Северная Осетия Алания, 250-летию присоединения Осетии к России и 165-летию со дня рождения основоположника литературного языка Костах и Тагурова. Рада Дзагоева добавила, что на сцене Большого театра ансамбль «Симт» представит аланский танец и осетинский перепляс. В свою очередь президент подчеркнул, что окажет всестороннюю поддержку в реализации данного проекта. «Это очень значимое и важное событие. Оно еще раз демонстрирует всему миру то, что осетинский народ един. Мы не делимся на север и юг. Юбилейные даты, которым приурочены Дни Осетинской культуры, значимы для всего осетинского народа. Со своей стороны я готов оказать всяческую поддержку, чтобы проект был реализован», — сказал глава государства. Сегодня работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. В ведомстве состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников. Поздравление ветеранам и работникам надзорного ведомства адресовал и глава государства. Прокуратура играет ключевую роль в обеспечении правопорядка, защите законности и соблюдении прав и свобод граждан, отметил Аллан Гоглоев в своем поздравлении. Надзорное ведомство более 100 лет следит за исполнением норм закона в государстве и принятием соответствующих мер к нарушителям. Генеральный прокурор Григорий Субаев поздравил коллег с праздником и подчеркнул, что от профессионализма каждого прокурорского работника зависит защита прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. За добросовестное исполнение служебных обязанностей сегодня отличившиеся работники удостоились ведомственных наград. Благодаря вам Республика Южная Осетия уверенно сохраняет правовую защищенность, а ваша способность оперативно реагировать на вызовы времени заслуживает особого уважения. Отметил в своем поздравительном адресе глава государства. Слова искренней признательности и благодарности в этот знаменательный день хочу адресовать ветеранам прокуратуры за наставничество и готовность делиться опытом. Уверен, что ваш профессионализм и верность долгу будут и впредь способствовать эффективному решению задач, стоящих перед вами. Пусть ваш труд будет служить процветанию Республики Южная Осетия и укреплению правовой основы ее социально-экономического развития. Работа всей правоохранительной системы государства, авторитет и доверие к ней граждан зависят от бескомпромиссной деятельности работников прокуратуры. В числе приоритетных направлений борьба с коррупцией, защита прав и законных интересов граждан. Все поставленные задачи на сегодняшний день эффективно выполняются. Органы прокуратуры справляются с поставленной задачей на удовлетворительно. То есть есть определенные трудности, как и всегда и везде. Они бывают, в частности, это связано на данном этапе с текучестью кадров, с определенными трудностями, с материально-техническим обеспечением органов прокуратуры. Профессионализм и опыт ветеранов прокуратуры успешно используют в своей работе нынешние поколения ее сотрудников. Субаев отметил, что коллектив пополняется молодыми кадрами. Коллектив Генеральной прокуратуры и в прокуратуре Республики Южная Осетия, в частности, состоит на 40% из молодых специалистов. Налажено сотрудничество с российскими коллегами. Благодаря этому прокурорские работники регулярно повышают свою квалификацию. Мы направляем наших работников на повышение квалификации как в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, так и в Следственный комитет аналогично. Будущих специалистов готовят в вузах Генпрокуратуры Российской Федерации и Югостинском госуниверситете. Второй год подряд у Генеральной прокуратуры Южной Осетии имеется возможность направлять на обучение в Генеральную академию Российской Федерации непосредственно уже из студентов. Сейчас у нас появилась возможность готовить своих специалистов непосредственно для прокуратуры в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В прошлом году мы смогли отправить только 4 студента. В этом году их количество значительно увеличилось. Субаев выразил уверенность, что и в дальнейшем надзорные органы будут выполнять поставленные задачи по защите интересов государства и каждого жителя республики. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. В рамках государственной программы социально-экономического развития в республике запустило свою работу предприятие по добыче и обработке природного камня. Завод занимается добычей и обработкой природного камня, используя передовые технологии и высококвалифицированный персонал. Специалисты отмечают, что месторождения на территории Южной Осетии богаты разнообразными породами. В процессе обработки применяются современные методы, которые обеспечивают высокое качество готовой продукции, сохраняя при этом природную красоту материала. Стелла Бязрова узнала все о возможностях нового предприятия. Предприятие по добыче и обработке природного камня «Импульса» объявляет о старте своей деятельности. Этот амбициозный проект обещает высокий стандарт качества продукции и создаст новые рабочие места, что, конечно же, положительно скажется на экономике. Крупный инвестиционный проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Южной Осетии. Мы побывали на заводе и увидели масштабы предприятия. Из этих огромных каменных глыб профессиональные мастера делают отделочные материалы и предметы интерьера. Для этого здесь есть не только живая рабочая сила, но и современное передовое производственное оборудование. Огромная площадь и шум станков. Каждый здесь занят своей работой. Специалисты знают все тонкости обработки камня. От гранита и мрамора до других пород, обладающих уникальными цветовыми гаммами и текстурами. Сложную работу выполняют машины, оснащенные системой программного управления. Для того, чтобы получить качественное изделие из камня, необходимо задать координаты движения рабочего инструмента. В станку задаются размеры. То есть он должен знать толщину материала. То есть в данном случае камня. Вот с каким объемом он будет работать. Размеры из заготовки и изделия конечного. Вот это он должен знать. И он будет постепенно их отпиливать. То есть лишние части будет отпиливать. И постепенно будет получаться та форма, которую мы издали. В предприятии используют современные технологии, методики обработки камня, что гарантирует продуктам долговечность. Несмотря на то, что завод заработал относительно недавно, заказы уже поступают. Сейчас рабочие изготавливают сложное архитектурное изделие, питьевой фонтан, который украсит одну из столичных улиц. Продолжение архитектурное изделие. Бордеры, брусчатка, плиты. Эти строительные материалы привозили из Российской Федерации. Сейчас материал, то есть натуральный камень, добывается на собственных карьерах. По словам генерального директора предприятия Эльбруса Кочева, в Дзаусском, Знаурском и Цхинвальском районах имеются большие запасы мрамора, диабаза и габродиабаза. Качество добываемой продукции подтверждено лабораторными исследованиями. По данным геологической разведки, запасы составляют около полмиллиона кубов. Нашим проектом предполагается добыча камня при выходе на полную мощность около 500-600 кубов в месяц. В настоящее время мы добываем около 50 кубов. При выходе на полную мощность, это будет, наверное, в следующем году, будем добывать около 500-600 кубов в месяц. Также нами арендован на земельный участок в Целе и в Рецхинвальском районе, где залегает месторождение мраморизованного известняка. Запасы этой породы по данным геологической разведки составляют около 1 миллиона 200 тысяч кубов. То есть при разработке этих двух карьеров запасов хватает даже для будущих поколений. Продукцию камнеобрабатывающего завода используют в оформлении фасада старого моста. Специалисты планируют применить серо-зеленый диабаз, добываемого на карьерах Цаусского района. Далее производственные масштабы предприятия будут расширяться. В ближайшее время завод выйдет на экспорт. Уже закуплено дополнительное оборудование. В настоящее время поступают заказы с Российской Федерацией, с Абхазией. Но так как объем выдаваемой продукции еще не выдаем в полном объеме, не можем пока обеспечить эти поставки. Надеемся, что это все будет в следующем году. Нам уже закуплено оборудование, которое находится в пути. И ждем, подготавливаем место для их установки. После установки будем выходить на полную мощность. Территория этого ангара полностью будет заполнена оборудованием. На предприятии трудоустроено порядка 40 человек, средняя заработная плата которых от 49 тысяч рублей. Однако с выходом на экспорт будет трудоустроено еще около 110 человек. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. На прошедшем турнире по футболу имени Зелима Бижанова приняли участие 14 команд из школы Республики. Несколько дней футболисты сражались, демонстрируя зрителям зрелищные матчи. Сегодня же прошло награждение, где победителей поздравил президент Алан Гоглоев. Первое место заняла пятая школа. Игроки получили 50 тысяч рублей от президента. Второе место досталось первой школе вместе с 30 тысячами. А третье место заняла Дзауская школа, также получившая от президента 20 тысяч рублей. Наградили и наиболее отличившихся игроков. С подробностями Елена Газаева. Состоялся финальный матч республиканского турнира по футболу имени Зелима Бижанова. Турнир собрал 14 команд городских и районных школ. Это событие стало настоящим праздником для юных спортсменов и любителей футбола. Турнир проходил в течение нескольких дней и продемонстрировал высокий уровень подготовки учеников. Сегодня участников, болельщиков и победителей турнира поздравил президент Алан Гоглоев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Команды показали отличные результаты и зрелищный матч. Субтитры создавал DimaTorzok Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Лучшие команды получили кубки и медали. Награждал победителей президент Алан Гоглоев, члены правительства и парламента. Лучшей командой нашего турнира становится команда пятой школы. Команду победительницу награждает президент Республики Южной Осетии Алан Эдуардович Гоглоев. Команде вручается главный приз нашего турнира, а также медали и денежная премия от президента в размере 50 тысяч рублей. Ежегодно организатором состязаний выступает администрация Дзаусского района. Руководство молодежного комитета поблагодарило всех причастных к проведению турнира. Сослан Гасиев подчеркнул важность подобных мероприятий. Сослан Гасиев подчеркнул. Турнир по футболу имени Зелима Бижанова стал ярким событием, которое запомнится всем участникам и зрителям, вдохновляя новое поколение футболистов на дальнейшие достижения. Лена Газаева, Олимбитеев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В Цхинвале также дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 11. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова